Поначалу у всех была дикость Лида, что у вас денег не хватает, у тебя мальчишки ездят бутылки, там по мусоркам ходят, там мульдах роются, да, что у вас денег нету, совсем плохо жить стало, то есть у людей не было представления о том, что это нужно, да. А здесь у меня лежит фракция номер 4, все пакеты под номером 4, здесь вот такие шебушащие от конфет, вот эти все фракции от торта, а здесь у меня что? Это кто-то принес, а кто-то принес, не знаю, кто-то принес, кто-то принес, не знаю. Вагончик, где наши герои не сортируют мусор, называется эко-пост. Это такое место, куда можно принести отходы, их там рассортируют на разные фракции и отправят дальше на переработку. Вагончик наших героев находится прямо у них на участке в селе Светлое в Удмуртии, на этот эко-пост село выиграло грант. Работает он круглосуточно, ребята раз в неделю сортируют отходы и отвозят их уже дальше в город на переработку. При этом никаких денег за это они фактически не получают. Но Лида продолжает объяснять, рассказывать, как правильно сортировать мусор, что делать это сейчас очень важно, особенно с пластиком и со стеклом. Так что жители их села справляются с сортировкой мусора едва ли не успешнее, чем жители многих городов. Я буду мыться, рыться, я буду делать все. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Ну, может быть, когда-нибудь мне принесут шоколадку за это, но... А что у меня есть? Вы пили пиво. Вы пили молоко. Кстати, младшее поколение гораздо податливее, чем старшее поколение. То есть вот если взять мой возраст, мало кто пойдет вот так сам добровольно и скажет, да, я подниму. Пойдет их сын, моего поколения, и сделает это, уберет. Ну вот я призываю просто, просто призываю всех быть добрее друг другу и начать с себя. Меня зовут Сунцова Лидия Владимировна. Мне 34 года, живу села Светлая, Боткинский район. Я занимаюсь раздельным сбором мусора. У меня своя разделяйка. Музыка. Музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас в Откинском районе активные, опять же, люди написали проект «Хоккей на селе», и они его выиграли. И теперь наши дети ездят в хоккей бесплатно. Три раза в неделю в Откинске, и плюс один раз в неделю приезжают к нам на наш каток, на открытый каток. Мы ездим, у нас семьи, есть график. А если не придерживаясь этому графику, то есть есть чат, то кто едет? Родители, поднимите руку. Да, у нас нет кружков, наверное, потому что это везде так. Наверное, это просто нехватка квалифицированных специалистов. У нас мини-команда получается. Ну, мини, да, мини-хоккей. Что тебе его, думай, потом привезти? Он позвонит сам? Я хочу ферму. Я очень хочу ферму. Надо начать с чего? С самого главного. С земля, пусть даже она будет в аренде. Но это как минимум 5 гектар. И мне нужен НТЗ. НТЗ 80 недостаточно, ничего не надо. Зачем тебе трактор? А как без трактора? Скажи. С мотоблоком поедешь, что ли? НТЗ, вот это однозначно надо. Я начинала писать бизнес-план. А когда вот эта вся фигня началась с ограничениями... Санкции. Санкции. Господи, вот все у меня уже из головы-то, да? НТЗ стоило на турнире полтора миллиона. Но увы. А когда это все взошло, то там 2 300, 2 200. Ну вот. Идай, идай, идай. У нас с животных остались 2 диких кабана, девочка и мальчик, рюшеньки и барашки. А, еще курить в лице живут. Еще собака и кошка. А кабаны, смотри, все тоже, все очень просто, все практично. Надо четко понимать, что мы живем в поле, у нас нет газа, у нас есть только электричество. Чтобы содержать свинью зимой, это очень затратно. Почему? Потому что свинья, она такая свинья, которой нужно варить. Она не будет есть сырое. А кабан, он съест все сырое. Еще добавки попросит. Она работает в круглосуточном режиме. То есть двери эко-поста всегда открыты. То есть там нет избушка на клюшке и все. То есть мои контакты, мои телефоны, они висят везде. Если человек хочет прийти, он придет, всегда оставит этот пакетик. Я его переберу. Либо он сам, если конкретно только пластик, то знает, куда его положить. Вываливают и уходит. Те, кто не может прийти, обычно звонят. Я забираю на личном автомобиле, приезжаю к себе, сортирую. Когда купится определенное количество, мы это грузим в прицеп. И благополучно едем в Жаско. Сдаем в эко-дом. А там уже расходится. Вот, на себя, плюшки. Обалдеть. А как давно вы начали сортировать мусор? Как леда у нас поселилась. Это сколько времени? Это года, наверное, два-три. Три точно. Как это вас переубедить и вас? Она заразила своим примером. Своей харизмой. Своим азартом. Это наша глава нашего поселения. И Марина Анатольевна. Воронцова Марина Анатольевна. Она тоже стала активисткой, эко-активисткой. Она тоже собирает. Они собирают всю семью. Это тоже многодетная семья. Они собирают пластик, сдают, сортируют. За это им пять. За вывоз мусора вы платите столько же? Столько же. Абсолютно столько же. Сколько сейчас? Сто с чем-то рублей? Я не знаю, тарифы разные. По-моему, сто с чем-то рублей на человека. Нет, мы... То, что мы сортируем, это не значит, что нам скидки 50%. Хотя... Я не против. С нас можно даже 70%. Да, мы им не пользовались. Ну, так и что у тебя с тобой-то? Чего у тебя с тобой? Нет, нет. Что там? Все мы же все влазим. Позвонила женщина после того, как узнала хозяйка кафе. Она позвонила, Лидия. У меня есть свое небольшое там питейное заведение. Не хотите ли вы забрать то же сырье? Я говорю, хорошо. И все, мы поехали в Воткинск. Это сколько километров? А, 20 километров. У нас есть еще оптовые поставщики. У нас есть такой в селе район Самара. Там живут такие... Как это сказать мягко? Саша, ну, помоги мне. Веселые. Употребляющие, выпивающие. Ну, как сказать? Да, да. Но они, вот понимаете, они вот такие экологисты. То есть им как-то раз... Не бухают, но экологически. Они бухают, ну да. Но они вот за экологию. Понятно. То есть если пить, так самогон. Ну, чтобы уже во вторичке, например, да. А если ты пьешь там портвишок, портвишок, да. Ну, то есть его в одну кучу. Так вот, у них во дворе мы собрали, вывезли. Одних только во дворе с пластика в этом мы забрали. У них сейчас здесь, дай бог памяти, 270 или 285 килограмм пластика. Представляете? Крышечки они не сдают, потому что есть там Вотя, Андрей. Он из них делает... Уморшение, да. Да, да, картины. Картины делает. Лебедей там, вот это вот. Лягушек, там, зверушек, вот. Он у меня крышечки забирает еще один раз. А вот пластики мы-то никогда не собираем. Еще маленько. Еще давай. Это сколько-то приносит дохода? Если смотреть, вот то, что тебе чистыми деньгами дают, конечно, думая, что, о, там, допустим, 500 рублей. Вот сегодня, да, 487 рублей. Заработали мы, да? Отвезя там вот это сколько тысяч килограмм. И потратили часа четыре. Не, ну, больше, наверное. И это если разделить... Смотришь, да, это живые деньги. Но если это разделить в свой труд, в свое время, в бензин, амортизацию, то, конечно же, это минус 5000 рублей еще, как вы мне должны, да? У кого вот я это забрала. Но это как минимум. Знаешь, это вообще... Это просто альтруизм какой-то, да? Ой, я вот, я молодец, я не была пионером, но мне побежите галстук, что я, что я вот сдала. Что там? Что там? Билетик. Билетик? Куда? Знаешь, я аллергичная, я чесотошная, как это говорит у меня муж, я чесотошная. Я понимаю, что это неспроста, да? То есть моей прабабушке, она вообще не знала, что такое там чихать, не только ли, чтобы там у нее на ровном месте появилась какая-то сыпь. И мои дети, один из моих детей, он тоже аллергичный. А что я могу сделать? В принципе, я ничего не могу сделать, да? Но я могу, может, улучшить будущее моих внуков и уже, может быть, правнуков. Вот, все, все, что я могу. Я вот, например, хочу оставить своим внукам, а может, правнукам сказать, что вот я вот, ты живешь на моей земле, там где нет пластика. Вот, ну здорово же это. Игорь, объяснили, где на фантиках написано. А, это что? Тут цифра 5. То есть прежде чем выбросить мусор, даже от конфеты, все у вас смотрят на... Да. И куда это? В пакетик. А сколько у вас? Это один пакетик, а потом мы разделяем в свои вот разделяйки. Там у нас еще есть пакетики. Все фантики разные? Абсолютно, абсолютно. Вот сейчас давайте мы возьмем вот это вот. Это бумага. 2082, это фольга, и 21. То есть, ну, что вот с ней делать? Это пишет на утикетке. Да, да. Вот это что делать? С ней ничего не сделать, она уже, ну, она такая... И куда ее варить? Ну, вот ее мусор, к сожалению. В гостях или в школе ешь конфеты, ты тоже смотришь на фантики? И дальше что? У вас у них там всякие там пакетики? А где нет разделяйки? Ну, обычно в карман. Ты с тобой с собой носишь фантики домой? Да. Все просто. Обычно это карман. Много ли заводов по переработке в России? Заводов мало. Заводов мало, учитывая, что потребление пластика, ну, в общем, неограниченном количестве. Фракции, миллиарды и миллионы. Нужно начать с... Вот все очень просто. Например, на федеральном законодательстве, в каком-то уровне, нужно создать какой-то... Ну, вот если бы я была депутатом, то я бы конкретно топила за то, что все конфеты бумажную, ну, пусть в один, но в один какой-то полиэтилен. То есть не миллиарды миллионов каких-то там с фольгой, без фольги, с добавлением цинка, с добавлением еще чего-нибудь, да? А конкретно в одну тару. Открытая такая, я тебе как-то тут, мало ли вам, тут уже надо в чем-то ходить. Где у тебя бутылки-то? У кого здесь вы забираете еще вторичку? Многие. Например, центральная улица, это 100% это 5 семей. Ну, в общем, в общем, по деревне, ну, наверное, семей 20. Это как минимум семей 20, которые точно разделяют и добавляются еще плюсом. Молодежь, подростки, Самара, вот, например, Самара. Ферма, да, ферма, козья ферма. Они отдают нам брак. То есть это даже не использованные какие-то бутылки, они отдают брак после выдува. Когда началось увлечение вот этим сортировкой мусора? Это было очень давно. Вообще это было с детства. Ну, что мы, дети 90-х, что родители работали там за микроволновки, за мясорубки, да? По бартерам. Да, по бартерам работали. Я с детства сдавала бутылки чебурашки, меняла их на морожки. Все просто, да. С этикеткой можно сдать, но она стоила, допустим, если бутылка в нормальном состоянии, она стоила, ну, образно, я не помню цены, пусть 2 рубля, да, то с этикеткой она стоила 50 копеек. Ну, естественно, ты берешь большой какой-нибудь чан или, я не знаю, в луже, ты сидишь где угодно, ты замачиваешь эти бутылки. Коричневый-то сбрасывайте сюда. Это стоит рубль. Вот. Где? Стеран-то там. Митс? Вот он рубль. А если разъединять темное и белое, то будет 2 рубля. Вот он и прибегает. Ну, конечно же, мы познакомились с мужем, разделяли так вот это, конечно, основательно нет, но бутылки, конечно, мы стартировали. То есть стекло, пластик, это однозначно. Потом появились дети, дети выросли, старшие двое, которым на тот момент было. Егору было 8, значит, Тимоша было 6. Чем летом занять детей? В лагере они никуда не поехали. Они говорят, мам, что делать? Я говорю, а вы знаете, мы раньше с папой собирали бутылки. Они говорят, ну ладно ты, а вроде папа-то чего бутылки собирает? Мы сейчас совсем плохие, вот все на бомжи там. Вас родители не кормили, вас денег не было. Говорят, да, у нас, нет, родители нас кормили, но действительно не было денег. Ничего страшного в этом не было. Мы зарабатывали самостоятельно. Говорят, а можно нам? Я говорю, можно. И вот мы стали дома собирать. Мы стали собирать у соседей. Стали они ездить по селу. То есть на тот момент, сколько они сработали? По-моему, 2,5 или 3 тысячи рублей все вместе у них получилось. Потом мы, на следующий год у нас уже эко-дома в Ижевске стали появляться. И раз мы активные пользователи, Тимоша мне говорит, средний сын, нам почему мы ездим в эко-дом, почему к нам не могут приехать? И зародилась такая идея, что почему действительно нам не построить какой-то эко-пост? И мы совместно с администрацией написали, с большой командой написали проект фонд Потанина и выиграли его как лучшее муниципальное образование. Нам дали 200 тысяч рублей, на что мы построили вот этот эко-пост. Мы построили, мы купили символ нашего поселения, светлячок, ростовую куклу. И купили там небольшие брошюрки, то есть обучающие тематические. В детские сады раздали тематические игры, в младшую, в школьную, в среднее звено, по-моему. Среднее и младшее звено. Вот. А со старшими, конечно же, это уже нужно на практике. То есть это субботники, акции и тому подобное. Считай. 300, 400, 50, 487, 50. Новенькими. Золотые. Сколько мы сегодня на бенз потратили? Ты сейчас, ты сейчас только Саша тише говори, да? Да, 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 да. Ой, ну был полный бак, приехали, две шкалы. Ну то есть сколько там бак, я не знаю. Я не знаю. А еще, ты представляешь, мы же ехали вот с этим вот прицепом, его же вот так вот, его уже швыряют. Ну сколько страха еще натерпелись, пока ехали. Ну так, все. Да, ну прикольно же. А что дома тухнуть, да? Действительно. Это не про нас. Ну он не роптал, он наоборот помогал. Да почему он не роптал? Потому что были рядом вы. А-а-а. А пока мы ехали в машине. Бак, мне это сладо. И кто-то захолебало. Молодцы, в воскресенье надо спать, а мы стучим всем утро. Спасибо, Саша. Сладкой. Сладкой. А, еще две. Номер пять. Никто же не знает, что там амортизация, бензин и тому подобное, мой труд, это стоит еще пять тысяч рублей. И как бы это все минус четыре тысячи рублей. И одна говорит, ой да, я буду собирать сама и буду возить сама. Я, я кричу аллилуйя, я кричу ура. То есть пусть даже какой-то небольшой, пусть может быть завистью, да? Ну, человек смотивирован на то, чтобы заработать, во-первых, себе на море. Это раз, да? Ну, или на какую-то свою личную цель. Два, человек осознанно идет и разделяет. Что понимает, что мусор, который она вчера выбрасывала, сегодня он стоит денег. То есть, ну, все, все, все срослось. Это в школу отвезем. Ваши школьный корпус ставим. И поставим на фронт у него. Нет вероятности, что их не украдут. Нет вероятности, что их не украдут. Даже большая вероятность, что их украдут. Чтобы люди понимали, кем вы работаете, на что вы живете сейчас. Альтруисты. Муж, муж инженер сбербанки. Я домохозяйка. Ну, у меня есть такой небольшой заработок, да? Я бежу в свои кисточки ночами. Вот. И плюс у нас свое хозяйство подсобное. Ну, все, все. Вообще, поначалу вообще не было... То есть, представление пластика, это вот все, что пластмассовое, это все в кучу. Да? Вот там же куча фракций, куча нюансов. Конечно, мы рассказываем. Мы приходили, например, в школу. Приходили в детские сады. Приходили... У нас были субботники, акции. То есть, конкретно говоришь, что вот берешь бутылочку, на ней есть треугольник со стрелочками, да? И на ней написана циферка. И к какой циферке это относится, тот пакетик мы это и складываем. То есть, ну, в принципе, достаточно понятно. И что в данный момент мы собираем только пять фракций. От единицы до пятерки. Ну, в Идмуртии пока принимается только вот эти фракции. И что ты делаешь? Я делаю кисточки. Я делаю заготовки. Даже не кисточки, а заготовки делаю. А из чего ты это делаешь? Это бывает белка, это бывает кони. Где ты берешь материал? Езжу за ним. Как-то жарко. Есть производство, то есть, по сожалению, это фракции. Это волос? Да, волос. Есть крашеные, черные. Но это из Китая. Да, я думаю, что, ну, судя по тому, что это все привозное. То есть, ты делаешь из китайской шерсти русские кисточки? Я думаю, что мало того, что я так думаю, что это наша шерсть взется в Китай. Я поставляю к нам, и мы делаем. А так я, конечно, призываю всех начать с себя. Не говорить, что, ай, вот Васька там где-то тоже ведь бросал. Нет, пока мы не начнем сами. Внутри мы, вот у нас здесь ограничения. Мы не мусорщик. Вот я не мусорщик, я не бомжа, как многие говорят. Я не нуждающаяся, потому что у меня нечего есть, и я вот живу на эти деньги. Нет. Слава богу, мне хватает на поесть, на попить и там, может, даже где-то накопить. Все ограничения вот здесь. Конечно, можно включать так. Ну, раз я это делаю вечером, послушай, да. А ночью не слышно. Пока все спят, я тихонько вот так стучу и ширк-ширк. Раз, два. Раз, два. Итак, оп. Все. Кисечка готова. Кисечка готова. Кисечка готова. Продолжение следует...